всем привет с вами снова канал ляля ангел в общем прикупила я тут для ли вот такой вот домик ну начнем сразу в общем нашу трансляцию прикупила и вот такой вот домик ну в общем мне он очень понравился такой же удобный опять же в этом магазине где все время покупаю то есть там мне нравятся цены нравятся обслуживание ну это довольно таки такие оригинальные вещички здесь значит все на молнии идет вот здесь вот расстегивается все вот так вот в круговую но это видимо чтобы постирать может там что-то так вот здесь также молния и она вот так вот в круговую в общем расстегивается домик сам идет такой плотненький там видимо такой поролон отделанный мехом там не видно там не видно но там красиво такую тканью отделана в общем там на стенках два медвежонка так какие-то цветочки полосочки в общем не он очень нравится вы еще так вот можно переносить и смотрите здесь в этом домике вот такая вот подушка с одной стороны мех с другой стороны ну вот такая же ткань ну как сам домик вот и еще что мне здесь понравилось здесь есть замочек у наволочки то есть ее можно снять и постирать не надо стирать всю подушку вот мне это очень понравилось сейчас попробую мехом положить туда я обычно клала вот этой вот стороны а сейчас попробуем мехом ну конечно куда шляли без своей подушки у нас есть еще вот такая вот подушка когда лялька была маленькой первые домики и купили просто я сшила эту подушку купила ткань вырезала прямоугольник напихала туда как он называется в общем такой материал еще и пуховики него синтепон все и все она была пышная сейчас смотрите она не такая прям уж и пышная она была в два раза больше ну правильно столько лет почему-то когда я ей поменяла домик она не захотела ложиться в него пока я ей не положила вот она уже тут как тут у нас ляля пока и не положила такую вот подушечку и все и она тут же прям запрыгнула в него и все и прекрасно в общем восприняла новую вещь я думала переживал думаю как она будет спать в новом домике вдруг она его не воспримет но так смотрится то вообще отлично мужу тоже понравился домик вот кстати маркин 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 ну тоже понравился домик маркин иногда спит в нем для я ну мне нравится ляльки тоже понравился мы не так давно его купили даже вы еще не стирала даже подушечку еще не стирала в общем вот такой вот ой и стоил он что-то в районе полутора тысяч что ли где-то примерно так в общем недорого достаточно качественный вот это вот сверху ткань она прям такая бархатистая ее так приятно трогать она мягкая прям вообще но мне очень нравится и спит она у нас вот в этом углу домику сюда ставим все здесь у нас стоит и никому не мешает и собака всегда в покое то есть у нас такой уголочек что никто в принципе сюда не лезет маркин подходит муха скажет что это она тут домик то передвигала ну вот такой вот обзор на домик недавно мартина купали когти ему тоже обстригали дали когти обстригаем маркин у нас очень такой тихий такой спокойный котик мы его подобрали вообще в подъезде он неделю где-то жил в подъезде потом я его заметила кормила его несколько дней а потом в общем я решила его взять себе он был очень худой него была анорексия его были проблемы с желудком очень сильные но мы это все как-то исправили подлечили его у него были до сломаны ребра у него значит такая сильная гематома слева вот как раз в районе ребер потом как-то муж заметил причем не сразу так что у него сломал кончик хвоста он чуть-чуть загнутый у него на шее у него вот в этом вот месте вот я не знаю как так можно ошейники носители но я ни разу не видела если кошка носит ошейник что у нее так сильно и широко на шерсть прям вообще почти не было шерсти такое ощущение что она у него перемозолилась наверное веревкой что ли может на цепи его держали в общем не знаю я я еще мужу говорила может он сбежал из какой-то лаборатории может на нем какие-то опыты делали в общем вот так вот он весь переломанный все сейчас ему хорошо спокойненько живет саму кормим мы его вообще разными кормами но если я вдруг начинаю менять ему корм то я постепенно это делаю я перевожу его постепенно на другой корм сейчас у нас про план кушает так то он разные корма уже попробовал и мог еде да он такой привередливый но насчет того что царапаться или как-то что-то где-то пакостить нет он не такой он очень спокойный сейчас он довольно таки толстенький такой но плюс шерсть еще мы его будем подстригать еще мартин 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 ты будешь подстригаться конечно будет куда он денется у него шерсть немного так вот вот здесь вот скаталась вот прям вообще ой больно тебе но ничего ничего подстрижем потом тебя будешь красивый как львеночек вот такая вот история у нас с произошла возраст примерно где-то и около восьми лет девятый год ему наверно пошел может около 9 лет потому что он живет уже у нас шесть лет когда мы его подобрали ветеринар сказала что ему около полутора лет ну и вот и шесть лет у нас живет это семь с половиной восемь ну не знаю я считала допустим что ему два года когда мы его подобрали плюс шесть лет вот где-то восемь девять девятый это у меня сын идет ладно всем пока это был обзор канала дали ангел в общем до новых встреч